Более полутора тысяч случаев заболевания на разных континентах, больше 40 погибших и всего 35 выздоровевших. Это не трейлер нового фильма ужасов, это реальные сводки новостей о новом коронавирусе, который появился и начал свое ужасающее шествие по планете. При этом начиналось все довольно мирно. Но довольно быстро ситуация стала развиваться, как в песне «Все хорошо, прекрасная маркиза». Изначально нам говорили, что вирус не страшный и смертей совсем немного, но сейчас уровень смертности стабильно держится на уровне 3%. Опять же, сначала нам говорили, что умирают в основном старые и ослабленные. Сегодня мы знаем, что нет, не только среди погибших есть уже и молодые. Наконец, самое важное, изначально все думали, что вирус передается только от животных человеку, но теперь мы знаем, нет, это не так. Такое количество заболевших не может объясняться только передача от животных к человеку. Очевидно, новый вирус довольно неплохо передается от человека к человеку. Выходит, власти Китая и других стран упустили ситуацию, и вирус из локальной вспышки грозит перерасти в пандемию, то есть заболевание, которое распространено по всему миру. И более того, за последние годы это происходит далеко не в первый раз. Что случилось? Действительно ли частота пандемии увеличилась? Убьют ли они в конце концов человечество? И есть ли у государств какие-нибудь планы, что делать, если пандемия окажется по-настоящему смертельной? Пандемиями называют заболевания, которые выходят за границы своего региона, своей страны и распространяются по всему миру. Чаще всего речь идет об инфекционных заболеваниях, то есть заразных, которые могут быть переданы от одного носителя к другому. Чаще всего возбудителем выступает вирус или бактерия, но могут быть, например, простейшие, как в случае малярии, которая, правда, к счастью, до настоящей пандемии все еще никак не дотягивает. И да, вам не кажется, в последнее время пандемии действительно стали происходить чаще. Это связано не с тем, что какие-то секретные лаборатории стали массово разрабатывать биологическое оружие. Нет, это связано с тем, что у нас изменился образ жизни, причем по самым разным направлениям. Ну, самое очевидное, радикально возросло количество межконтинентальных перелетов. Поэтому вирус, которому раньше никак невозможно было распространиться за пределы региона, может перекинуться на другие страны буквально за несколько дней. Например, именно так произошло с вирусом SARS, то есть атипичной пневмонии, кстати, родственником современного коронавируса, который распространился по миру благодаря доктору, китайскому доктору, который, уже заболев, решил все-таки поехать на свадьбу своих родственников в Гонконг. Остановился в отеле и поехал на свадьбу. Через несколько дней он умер, но предварительно успел заразить 16 человек, которые тоже жили в этом отеле, и эти 16 человек разлетелись по разным странам, где, в свою очередь, тоже позаражали кучу знакомых и друзей. Вторая причина – увеличившийся контакт между людьми и животными. Дело в том, что большинство опасных заразных заболеваний, вопреки тому, что думает большинство, появляются, приходят к нам в человеческую популяцию от животных, так называемые зоонозные заболевания. И сегодня из-за того, что количество людей на планете Земля радикально увеличивается, нам нужно выращивать больше коров, людям убивать больше каких-нибудь диких животных и так далее. И из-за постоянного контакта между людьми и животными вирусы имеют замечательную возможность мутировать так, чтобы начать проникать не только в клетки животных, но и в клетки человека. Третья причина – изменение климата и масштабная антропогенная деятельность, ну, вырубка лесов, осушение болот и так далее, из-за которой звери и птицы вынуждены мигрировать в новые места обитания, в том числе и туда, где теперь поселились люди. Этот процесс еще больше увеличивает вероятность контакта между ними. Наконец, во многих регионах Земли сегодня очень высокая плотность населения. Люди никогда не жили настолько плотно. И раньше, если подобные опасные заболевания где-то начинались, они чаще всего оставались в рамках этого комьюнити. И да и в нем-то заражалось не очень много людей. А сегодня, если посмотреть на города вроде Шанхая, Ганхонга, да или того же Уханя, в котором живет 11 миллионов, огромное количество людей. За день мы сталкиваемся с десятками тысяч других наших соплеменников, сограждан. Вероятность передачи инфекции крайне высока. Да, возразят мне грамотные читатели и слушатели, все, конечно, так. Но изменение климата, образа жизни и так далее происходит по всей планете. А мы все чаще видим, что страшные болезни приходят к нам из Африки и из Азии. Очевидно, там делают биологическое оружие. Нет, дело не в этом. На самом деле, если мы посмотрим исследования, мы увидим, что вспышки опасных заболеваний гораздо чаще происходят в высоких широтах. То есть там, где живет более развитая часть человечества. Но в этих странах обычно очень хорошо налажена система здравоохранения. И эти вспышки удается быстро локализовать. А вот в Африке и отдельных регионах Азии с этим плоховато. Особенно в Африке, где вообще постоянно идет война и ни о какой-то толковой медицинской помощи говорить не приходится. Именно поэтому вспышки, зародившиеся в этих регионах, гораздо чаще перекидываются на другие страны. Вот в чем причина того, что все пандемии, как нам кажется, приходят из Африки и Азии. Как ни странно, в некоторых случаях мы довольно неплохо умеем предсказывать, где и какой именно возбудитель появится. Конкретно я имею сейчас в виду вирус гриппа, одно из самых убойных пандемий на нашей планете. Ученые давно научились очень неплохо предсказывать, где и когда он появится. Для этого более чем в 100 странах мира работают специальные исследовательские центры, сотрудники которых постоянно в течение всего года смотрят за тем, что происходит с популяциями вирусов и отправляют свои данные в 5 лабораторий в нескольких странах, сотрудники которых, в свою очередь, на основании разных сложных моделей, предсказывают, как именно перемешаются гены вируса гриппа в этом году и какой штамм будет циркулировать. На основании этих данных делаются вакцины, которые через несколько лет, обычно предсказывается за год-два вперед, вкалываются населению. Иногда, конечно, ученые ошибаются, но это случается не так уж часто, и в среднем эффективность вакцин составляет от 40 до 60%, что, согласитесь, немало, учитывая, сколько людей от гриппа таки умирает. А вот с другими вирусами, которые могли бы вызывать пандемии, ситуация гораздо хуже. В первую очередь, потому, что у нас недостаточно данных. А когда у нас недостаточно данных, мы не можем строить сколько-нибудь обоснованные, адекватные биоинформатические модели. Последний пример этого, например, только что вышедшая статья, в которой ученые пытаются предсказать смертность как раз от нового китайского коронавируса. Ну, там настолько все плохо с точки зрения методики, что обсуждать это не стоит, именно потому, что недостаточно данных. А если недостаточно данных, у вас получается разброс плюс-минус километр, и такие модели никому не нужны. Чтобы предсказать, какой именно вирус из циркулирующих по всей Земле сможет стать смертельно опасным для человека, надо эти вирусы изучить. А их больше полутора миллионов. На человека, по грубым прикидкам, из этих полутора миллионов может перекинуться 600-800 тысяч. То есть ученым нужно собрать информацию про эти 600-800 тысяч вирусов, изучить их геномы, секвенировать, понять, могут ли они перекинуться, придумать, как они могут мутировать. И только тогда они смогут хоть как-то примерно прикидывать, могут ли где-нибудь появиться новые пандемии. Существует даже специальный проект, нацеленный специально на это. Называется Global Verom Project, то есть проект глобальный вером. Но изначально оценки его стоимости начинались с 1,2 миллиарда долларов. Сейчас она, конечно, выросла как минимум вдвое. И проект должен был уже принести первые результаты, но пока никаких результатов не принес, слишком много данных. Даже современные суперкомпьютеры с этим не справляются. Тем более, что надо не только анализировать эти данные, а проводить масштабные клинические эксперименты. Поэтому, наверное, на данном этапе развития науки предсказание является неэффективным вложением средств. Ну хорошо, предсказать, где именно появится новый опасный возбудитель и какой он будет, мы не можем. Но меры по предотвращению уже появившихся инфекций, с этим-то как дела обстоят? На самом деле, тут тоже не будет ответа, который может вас порадовать. Дела обстоят по-разному. С одной стороны, практически у всех стран есть какие-то методики, какие-то стратегии, которые предписывают, как действовать экстренным службам в ситуации, когда появляется новый опасный возбудитель, грозящий перерасти в эпидемию или в пандемию. Но с другой стороны, мы раз за разом видим, что эти меры выполняются не очень, и довольно часто ситуация выходит из-под контроля. В чем же дело? Причин здесь множество. Ну, первая и самая очевидная, примерно та же, по которой сегодня эпидемии стали появляться чаще. Большинство этих мер предписывают какие-то действия регионального характера, то есть внутри этой страны. А учитывая, что мир стал очень маленьким, у нас сегодня перевозки, глобальные путешествия, это не работает. И в ситуации, когда люди постоянно мигрируют, причем мигрируют не просто в соседнюю деревню, а на соседний континент, силами только одного государства справиться невозможно. Международное сотрудничество при этом тоже хромает. И, на самом деле, причины здесь вполне себе объективны. Ну, вот смотрите, в каком-то государстве появляется новое смертельно опасное заболевание. Власти этой страны сталкиваются с дилеммой сообщить международным организациям об этом, о том, что у них чрезвычайная ситуация, она выходит из-под контроля. Или до поры до времени попридержать информацию и попытаться справиться с ситуацией своими силами. В первом случае они, да, наверное, быстрее получат международную помощь, но с другой стороны, они практически сразу получат и санкции. Потому что другие государства, естественно, стремясь обезопасить своих граждан, немедленно запретят полеты в эту страну, наложат какие-нибудь ограничения на торговлю и так далее, и так далее. То есть для развивающихся стран такие последствия могут очень сильно ударить по экономике. Поэтому они не очень-то торопятся сообщать о том, что у них происходит что-то не очень хорошее. Есть и другие причины. Население тех стран, в которых происходят вспышки этих заболеваний, очень часто начинает сопротивляться тем мерам, которые вводят государства сами по себе или с помощью международных партнеров. Потому что меры, которые предлагаются, они в любом случае предполагают ограничения. Ну, например, самой эффективной мерой для того, чтобы купировать вспышки начавшихся заболеваний, является карантин. Потому что никакого настоящего лекарства для большинства вирусных заболеваний нет и не предвидится. Карантин, безусловно, мер неудобная. Ты никуда ездить не можешь, ты сидишь в больнице. Еще часто эта больница, как в каких-нибудь развивающихся странах, огорожена колючей проволокой. Вокруг какие-то люди в космических скафандрах. Короче, все это страшно, пугающе. Плюс люди боятся в больнице же подцепить какую-нибудь новую инфекцию. Поэтому они всеми силами стремятся в эту больницу не попасть, оставаясь дома и заражая всех родственников. Именно так, например, происходило при вспышке Эболи, при вспышке лихорадки Эбола в Восточной Африке. Другой пример – заболевания, которые передаются от животных. Они требуют забоя этих самых животных. И модели показывают, что для эффективной остановки вспышки заболевания нужно убить существенно, существенно больше животных, чем согласны отдать фермеры. Опять же, они сопротивляются этим мерам, продлевая эту вспышку и давая вирусу возможности не только перекинуться на большее количество людей, но и мутировать и начать передаваться от человека к человеку. Такое поведение кажется очень странным и нелогичным. На самом деле это не так. Оно давно известно экономистам под названием «Трагедия общин». Что это означает? Это означает, что, предположим, есть некий общий ресурс, которым все пользуются. Но если все начнут пользоваться им слишком интенсивно, этот ресурс деградирует. Поэтому каждому пользователю необходимо немножко умерить свои аппетиты и перестать так интенсивно использовать этот ресурс. Но никто не хочет, потому что это означает меньше выгод лично для себя. И каждый думает, пускай сосед это делает, а я это делать не буду. В случае эпидемии это проявляется точно так же. Никто не хочет подвергать себя опасности и ехать в больницу. Или оставаться в закрытом городе. Все пытаются как-нибудь просочиться через границы, чтобы уменьшить свои шансы заболеть, не думая о том, что лично он может быть уже заболевшим, и когда он выйдет из города, он заразит других. Что делать с трагедией общин, ученые не знают. Каждый раз может работать разное решение, но в случае эпидемии мы не можем ждать, нам нужно действовать быстро. И кажется, по крайней мере многие модели это показывают, что единственным серьезным решением может быть жесткое государственное регулирование, которое идет в разрез современной позиции на либерализацию, демократию и так далее. То есть, например, закрыть полностью выезд из города, ограничив таким образом конституционные права граждан на перемещение. Мы понимаем, что это решение не самое хорошее. Именно поэтому часто меры, которые принимает международное сообщество для того, чтобы остановить эпидемии, оказываются не очень эффективными. И эпидемии распространяются на множество стран и континентов. Ну хорошо, ограничить перемещение людей, быстро купировать вспышку плохо получается. Но может быть наука может быстро разработать лекарства? К сожалению, тут ответ отрицательный. Мы говорили о том, что для того, чтобы сделать прогнозы или какие-то эффективные научные меры, необходимо много информации. Когда появляется новый вирус, информации довольно долго, довольно мало. Поэтому вероятность создания лекарства очень мала. Тем более, что в случае с вирусами это и в принципе так. Они настолько быстро мутируют, что эффективное лекарство создать очень трудно. Тем более, что под каждый вирус чаще всего нужно индивидуальное лекарство, в котором более одного действующего компонента, чтобы хоть как-то поспеть за скоростью изменений, мы добавляем второй компонент, к которому он уже не может так быстро приспособиться. Короче, это дело долгое и затратное. Именно поэтому лекарств против вирусов нет не только от опасных возбудителей, вроде возбудителя лихорадки Эбола, но даже против обычных вирусов простуды. Запомните, все, что вы видите в аптеке, как противовирусное от простуды, оно не работает. Поэтому на лекарства, к сожалению, надежды нет. Так что же, все плохо, и рано или поздно мы умрем в неизвестном месте, появится неизвестный вирус, и мы никак не сможем это предсказать. Начнет быстро распространяться, и мы не сможем купировать его распространение из-за того, что люди ведут себя нелогично, государства не хотят сообщать о вспышке и так далее, и так далее. А благодаря мобильности он быстро перекинется на все другие государства, и вся земля будет охвачена смертельным вирусом, все вымрут, а дальше ничего не будет. Да, появление нового смертельного вируса вполне возможно, и причем такого вируса, который будет довольно быстро распространяться между людьми. Но все-таки не стоит думать, что сценарий глобальной эпидемии грозит уничтожить человечество. Потому что если вирус очень смертельный, то вспышка купирует сама себя. Смотрите, когда вирус убивает всех своих носителей очень быстро, они просто не успевают передать заболевания другим людям. Особенно это касается развитых стран, где, конечно, карантинные меры применяются гораздо более эффективно, чем в какой-нибудь Африке, где до труднодоступных деревень работники здравоохранения просто не успевают добраться. Хотя, кстати, это тоже плюс, потому что эта деревня вымирает, не успевая заразить всех остальных. Поэтому наибольшую опасность представляют не какие-то суперсмертельные вирусы, а вирусы, скажем так, с умеренной летальностью. Для них как раз шанс довольно широко распространиться и убить много людей достаточно высок. Но, с другой стороны, так как эти вирусы убивают не очень много людей, они дают системам здравоохранения время на то, чтобы как-то собраться, изолировать больных, построить новые больницы и так далее, и так далее. Короче, в случае чего, какой бы новый вирус ни появился, похоже, мы сумеем рано или поздно остановить эпидемию, или же она сама остановится, если вирус будет очень смертельным. Так что в этом смысле человечеству глобально ничего не угрожает. Но да, довольно много людей умрет, тут ничего не поделаешь. Это еще одна плата за тот новый мир, который создали для себя люди. Сегодня мы живем намного, намного, намного комфортнее, чем во все времена до этого. Не стоит забывать об этом и радуйтесь жизни в период между эпидемиями.